Ой, друзья мои, погодка у нас сегодня просто шепчет. Такая теплынь. И это февраль. Я вон в кофте. Сейчас где-то, может быть, от 15 до 17 градусов тепла. Очень тепло. По телевизору сегодня говорили, что это... Тимонти окно открыл. Ничего себе. В общем, это по телевизору сегодня говорили по новостям, что это очень теплый день, присущий для апреля. Типа в... Как вызвать это? В феврале такой день иметь ненормально. Смотрите, Тимон окно открыл. Сетку. Одна сетка, короче. Я говорю, все нормально. Мне нравится такая погода. Я только за. Мне не надо холод, мне не надо снег. Я себя довольно комфортно чувствую при такой погоде. Поэтому я довольна. Так, что я сейчас буду делать? Сейчас я вам покажу. Помните, в прошлом году я садила эти хризантемки. И, ну, осенью я потом читала, что их нужно убирать в сарай куда-нибудь или в подвал, в погреб. В общем, обрезать их надо. И периодически поливать, как называется, сухой полив делать. Типа лед туда ложить, чтобы вода... То есть, чтобы он, ну, таял и таким образом поливалась почва. В общем, ничего я этого не делала. Я так и оставила. И сегодня я посмотрела. Посмотрите. Сейчас, подождите, где-то я видела. Вон там. Вон там. Уже зелененькое появляется. Поэтому я сейчас хочу все это обрезать. И начинать уже поливать. Потому что, возможно, если таким макаром у нас весна будет развиваться, они полезут у меня. Начнут все больше и больше вылезать. Кстати, я думала всегда, что хризантемы – это однолетние растения. Оказались здесь многолетние. Чему я очень рада. Так вот, у меня есть такие ножницы. Садовые. Сейчас я буду их обрезать. Пусть растут. А весна будут нас радовать своими замечательными цветами. Точка в дерево спряталась. И думает, что ее не видно. Не заметит ее никто. Ага. Заметили. Кормушку досыпаю каждые, наверное, три дня. А он сидит. Думает, что ее никто не видит. Ага. Ты же не хамелеон. Хотя очень похоже. В смысле, почему похоже, что слилась с тем же цветом дерева. Птичка от такого же цвета и дерева такого же цвета. Но мы тебя все равно заметили. Знаете, как близко я к ней подошла. Она не боится. Не зря Дима говорит. Ты любую птицу приручишь к себе. Вон она. Я прямо возле дерева стою. Вон она. И боишься. И боишься? Правильно. Знаешь, кто тебя кормит. Умница. Ну и пользуюсь случаем, а точнее теплой погодой. Я хочу досыпать вот сюда земли в щавель. Посмотрите. Щавель уже зелененький. А здесь, посмотрите, какой уже. И почищу его. Вот это все уберу с краю. И если не будет мороза, если он не замерзнет, то скоро будем суп варить. Можете себе представить, жители Сибири или Урала, чтобы в феврале варить суп из щавля свежего, с грядки? Не можете представить. А я могу. Так, все. Этот щавель почистила и земли досыпала. Этот тоже почистила. Ну, что я еще хочу сделать, но это я уже буду Диму просить, чтобы он мне вот по вот этому бороздке вырезал полностью по всему кругу эту резину. Чтобы щавлю было больше места. Вообще он в этом колесе растет просто идеально. Так, здесь ничего не делала. Вот здесь был огромный куст какой-то зеленой травы, сорняк. Я бы тоже вырвала. Ничего плодить. То, что нам не нужно. По идее уже можно было бы и почистить клубнику, но не буду пока чистить, потому что все равно это еще только февраль. И даже если это сегодня тепло, не говорит о том, что теперь до самого лета морозов не будет. Или до весны, скажем так. Все равно еще холода будут. Поэтому чистить я не буду. А вдруг снег выпадет еще? Кто его знает, какая погода будет? Хотя у нас была как-то зима, что снега не было вообще. Поэтому ничего не буду здесь пока делать. Ну и соответственно здесь еще что-то делать рано. Сейчас я перекопаю все это. А сорняки еще нарастут так, что мама не горюй. Поэтому здесь еще пока тоже ничего трогать не буду. Пока тепло. Домой заходить не хочу. Надо по идее что-то приготовить, покушать. Но есть там суп. Дима придется работать, доесть суп. Что я сейчас сделаю? Я переберу вот эти ракушки. Это ракушки еще с прошлых годов. Поэтому я переберу. Какие поломанные я выброшу. А какие хорошие я оставлю. И может быть занесу домой. И они чистые. Их дождем помыла. Пусть может и Велина что-то будет на них рисовать. Или я куда-то их приспособлю. Поэтому сейчас я аккуратненько их высыплю и переберу. Посмотрим что там нам не нужно. А что еще может пригодиться. Так высыпала я свое богатство. Некоторые оказались поломанные. Это я не знаю. Может высохнет станет белым. Но пока таким оно выглядит. А в большинстве своем очень даже неплохо сохранить. Такие мне очень нравятся. Это все с нашего океана. Тоже поломанное. Какой-то кусок. Так что сейчас буду их перебирать. И потом покажу результат своей работы. Нет, ну разве не красота? Вот кусочек океана у меня на огороде. Так. Вот столько всего поломанных оказалось. Остальные все целые. Все целые абсолютно. Смотрите какая красота. Ай, поломанная, жалко. Это я не заметила. Ладно, выброшу. Не надо. Немножко треснутая, но я ее оставлю. Очень необычная, очень красивая. Вот эта тоже очень необычная. И вот эта вот просто мощная такая, посмотрите, на всю мою ладошку. Она немножко поломанная, но я ее оставлю, потому что такие бывают очень-очень редко. Все. А это идет у меня... Так, где у меня? Вот эту коробочку или какую-то звать-то. Стаканчик сейчас наперекладу. Это все. Это пойдет на выброс у нас. А это высушу. Вернее, помою. Высушу. И можно будет с них что-то делать. Эта традиция зародилась еще тогда, когда Евелина ходила в детский садик. Каждую весну и каждую осень она приносила со школы, ну и садика тоже, ну это все означало с садика, приносила такую форму, как бы аппликацию, которую нужно было заполнить для того, чтобы нашего ребенка сфотографировали в школе. Кстати, в начале года мы подписываем такую бумагу, хотим ли мы, чтобы нашего ребенка фотографировали в школе, даем ли мы на это свое разрешение, на фотографии, на видеосъемку. И если мы не даем этого разрешения, то они не имеют права ни фотографировать, ни делать какую-то видеосъемку нашего ребенка. Но мы всегда даем это разрешение, потому что нет в этом ничего скрытного или сглаза какого-то, мы ничего этого не боимся. Поэтому мы к этому относимся совершенно нормально. И вот каждую весну и каждую осень мы заполняем эту форму и наших детей в школе фотографируем. И вот прошлой осенью сфотографировали наших детей тоже в школе. Я сейчас покажу эти фотографии. Я их никогда не показывала. Ну, не потому что там чего-то я боялась или скрывала что-то, ну, просто не показывала, да и все. А сейчас я решила показать для того, чтобы посмотрели вы. Но затем я покажу вам фотографии пока Эвелины, какой она была маленькой и на протяжении последних лет, как сильно она изменилась. Вообще фотографии, конечно, в школе делают очень классные, очень удивительные. Я думаю, вам они тоже понравятся. И вот посмотрите, как фотографируют в школе и что происходит с ребёнком. Кажется, знаете, мы-то её видим каждый день, и для нас она не меняется. Ну, да, растёт, конечно, понятное дело, взрослеет. Но когда смотришь на эти фотографии, ты замечаешь, как сильно вообще меняется ребёнок. Это просто удивительно. И когда-нибудь я потом уже покажу Тиминные фотографии, тоже мне нужно будет сделать альбом. Эвелинный альбом практически готов. Ну, до последнего времени я сделала все фотографии, практически все. Затем когда-нибудь, когда я сделаю Тиминный альбом, как он менялся, как он взрослел, я думаю, вам тоже будет интересно. Это фотографии Эвелины. В прошлом году осенью фотографировали. Это 11 класс, ей здесь 16 лет. Вот, очень мне нравится эта фотография. Прям такая она взрослая здесь вообще. И, кстати, я забыла сказать, что размер фотографии можно заказать разный. Там прилагаются разные пакеты, как сказать. Ну, в общем, выбираешь какой-то пакет ABCD, и в зависимости от пакета там уже смотришь, какие фотографии, какого размера. Например, мы заказали вот такую большую фотографию, вот такую фотографию, и вот такие фотографии. Это все было в одном пакете. Есть пакеты, где, например, несколько вот таких фотографий, или, например, только маленькие фотографии. В общем, соответственно, тоже разная цена. Ну, вот очень мне нравится эта фотография, конечно. Прям смотрит к вам в глазах, как и мне тоже. Так, а у Тимы... У Тимы вот такие были. Впервые сделали вот такой, типа, как альбом, что ли. Ой, сейчас немножко отсвечивает. Вот здесь календарь, закладки. Я это ничего не вырезала. Не знаю, мне как-то жалко портить это все. Посмотрите, тоже такой взросляга, такой красавчик вообще. Кстати, фотографировали вот это их на улице, возле какого-то заборчика, где-то в школе их фотографировали. Видите, разные тут фотографии по размеру. Вот это вот немножко побольше. Эти фотографии поменьше. Я потом вырезаю и родственникам отправляю, когда бывают какие-то праздники. Там на Рождество, на Пасху уже потом отправляю родственникам. Вот здесь побольше фотографии. И здесь уже на последней странице, что еще это фотоателье делает. Кстати, да, это фотоателье приезжает. Это не школа фотографирует. Это фотоателье приезжает. Можно сделать магниты. Я делала как-то магниты даже. Можно на крошку, можно на бутылку сделать фотографию. Можно... Так, это у нас что? А, типа статуэтку такую сделать с фотографией ребенка. Можно брелок на ключи. На флешку можно сделать фотографии, чтобы вам перекачали. Ну, естественно, за все эти услуги ты доплачиваешь. Такой орнамент можно сделать. Это, по-моему, обернутая картинка или какая-то фотография. Я даже не знаю, что это такое. Так, что тут еще? Ну, все. И вот в этом фотоателье можно дозаказать, если вы какие-то хотите, например, сделать еще дополнительные фотографии или дополнительные вещи с фотографией вашего ребенка. Посмотрите, какая она была маленькая. Здесь Евгелине 4 года. Ее фотографировала моя подруга Света. Так, я прошу прощения за кашель. Классная такая фотография. Типа, ну, делала подарков. Смотрите. Суперская. Так, смотрим дальше, чтобы не затягивать время. Так, посмотрите, какая я была огромная. Это я была беременная с Тимой. Это в тот же самый период сфотографировано, что и та фотография перед этим. Это Эвелина у нас такая. Ей было 4 года, когда Тима родился. Так, вон. Смотрите, какие мы еще. Дима как сильно изменился. Это в тот же самый момент сфотографировано, в тот же самый день. Просто я взяла несколько одежды, чтобы ее можно было переодеть. Вот. Глазки. Как бусинки. Здесь, посмотрите. Ну, модель. Ну, просто модель. А глаза какие. Бусинки. Просто бусинки, изюминки. Так. Это уже в садике, по-моему, фотографировали. Так. Я не знаю, какой это год. Я думаю, что это уже в садике фотографировали. Вот так она у нас падала. Видите, под носом что творится. Вот так она у нас падала. Она ходила на цыпочках, когда была маленькая. И спотыкалась, и падала, и два раза очень сильно разбивала свое лицо. Это тот же самый период. Просто разный пейзаж, что ли, или как сказать. Дело в уши такая сидит. Вот. Возле заборчика. Маленькая такая вообще. Не знаю, какой это год. Не вижу здесь. Вот это уже 2012-2013 год. Это, получается, ей здесь 6 лет. Ах, матушка. Вот, кстати, сделаешь ребенку нормальную прическу утром, да? Отправляешь в школу, знаешь, что твоего ребенка будет фотографировать. Расчешешь ее прилично, все сделаешь как положено. А потом приходит вот такая фотография. Не поправят ребенка. Ну, прическу не расчешут. Ни где-то воротничок может загнуться. Вот. Ну, почему бы вот тут не расправить футболочку, чтобы было красиво, или светерокли? Нет. Челку, почему бы здесь не поправить? Нет. Вот как есть, так сфотографировали. Вот не смотрят вообще за этим. Здесь у нас она беззубик уже. Кстати, ей вырвали зуб, потому что что-то там ее пропадал, и долго он потом у нее рос. Тоже мне нравится эта фотография. Здесь она уже... Да, это какой год у нас? Не знаю, какой это год. Здесь она уже такая повзрослее немножко, но это попозже чуть-чуть. Думаю, что попозже. Хорошенькая такая. Ага. Вот посмотрите, посмотрите, какая лохмата. Утром-то отправляла нормальную ее. 13-14 год, это ей здесь, получается, 7 лет. И никто не расправил, никогда не поправил волосы. Вот, я не знаю. Здесь тоже. Ну, вот это, конечно, фотографировали не возле океана. Это монтаж. Здесь зубки ровненькие уже. Ой, а здесь, смотрите, какая дама уже. Какой-то год тоже не знаю. А, 14-15 год. Это ей здесь 8 лет. Видите, как сильно меняется с года в год. 14-15. Ну, тоже. Это, может быть, осенью, это, может быть, весной фотографировали. Не знаю. Я всегда старалась какие-нибудь хвостики сделать или косички какие-нибудь сделать. Ой, придется школы. Лохматая. Так, это у нас какой год? 15-16. Это ей, получается, уже 9 лет. Мне нравится, как у нее каре. Здесь у нас уже 15-16 год тоже. Ну, и одна весной, одна осенью сфотографирована. Ну, видно, что здесь уже повзрослее она. Так. Ну, все. Бурщи не делала. Надо будет еще добавить фотографии. Как добавлю фотографии, я вам еще покажу обязательно. Потому что фотографий вот таких со школы очень много. И затем, когда сделаю уже Тимин альбом, тоже покажу. Я думаю, вам будет интересно посмотреть. Потому что мне интересно. Ну, я понимаю, что это мой ребенок. Конечно, мне интересно. Интересно, напишите, интересно ли было посмотреть вам, какая она была и какая она уже сейчас стала взрослая. Вообще, да? Сравните. Как будто бы другой ребенок. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Я с вами буду прощаться. До новых встреч и до новых видео. Увидимся с вами очень скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok